друзья всем привет сегодня займусь изготовлением дизайнерского светильника собственного дизайном кто следит за каналом помните что я уже делал подобные но сегодня будет более усовершенствованная версия кто не видел я ссылочку оставлю в описании под видео на предыдущий светильник подобный это будет ночной светильник приглушенного света обязательно сегодня поработаем со шпоном также будет красивая токарочка ну и литьевая эпоксидная смола куда без нее в общем должно получиться очень красиво все подробно буду показывать и рассказывать поехали сегодня мне нужно отлить прозрачный цилиндра высотой 50 сантиметров значит я уже поэкспериментировал как всегда вот первый удачный образец конструкция получается очень жесткая и прочная единственное что меня здесь не устраивает это толщина стенки потому что для формы я использовал две трубы для внешней от канализации 110 а внутри я использовал вентиляционную трубу диаметром 100 миллиметров вот получилось у меня толщина стенки 8 миллиметров меня это не устраивает я хочу добиться толщины стенки 3 миллиметра для уменьшения расхода эпоксидной смолы а также уменьшение веса цилиндров в общем сегодня попробуем это сделать для этого я уже закупился взял трубу для вентиляции нарезал планочки я хочу чтобы эти формы были многоразовые то есть послужили долго чтобы можно было не раз отливать эти цилиндры и для этого до вклеивания планочек форму нужно будет их вместе соосно совместить и сделать соосные отверстия и после этого можно будет внедрять их форму после того как планочки вклеены я вытащил шурупы можно вот таким вот образом надавливая и вместе где мы процарапали во внутренней стороне цилиндр должен сломаться есть теперь мы имеем разборной цилиндр сейчас займусь внешним корпусом с помощью простейших манипуляций с помощью скотча я меряю длину окружности очень точно 1 и 2 цилиндра и мне останется с помощью простейших расчетов с помощью форму рассчитать какой длинный сегмент мне нужно будет вырезать внешнего корпуса чтобы диаметры двух цилиндров внутреннего и внешнего отличались на 6 миллиметров а Так, ну и давайте посмотрим, что у нас получается. Все оцентровано, все получилось идеально. Теперь все это дело я герметизирую пластилином снизу, а сверху сделаю такие борта, чтобы было удобно заливать эпоксидную смолу. Буду использовать вот такую эпоксидную смолу, называется Artline Crystal Epoxy. Это литьевая эпоксидная смола, прекрасная прозрачность у нее и также отличная текучесть. Обязательный и очень важный нюанс, перед тем как заливать эпоксидную форму, нужно очень тщательно загерметизировать места стыков на цилиндрах, например прозрачным скотчем. Иначе мы получим неразборное соединение, потому что туда протечет эпоксидная смола. Это я уже испытал на своем горьком опыте, так что не забудьте про этот важный нюанс. А также обязательно нужно обработать стенки цилиндров разделительным воском. Процесс не быстрый, надо было делать отверстие чуть побольше. В принципе все получилось. Цилиндр, как я и планировал, где-то около 3 миллиметров. Вот такой он гибкий, это прошли сутки. Чтобы была более-менее жесткость, нужно минимум трое суток. Все получилось, единственная форма получилась неразборная, протекла эпоксидка на соединение и намертво схватила. Метод отливки у меня конечно не самый совершенный, в будущем планирую его усовершенствовать. Даже наверное выпущу отдельное видео на эту тему. Ну а мы продолжаем и сейчас нам нужно будет вырезать шпон и обклеить этот цилиндр. Клеить буду на контактный клей. Не правда ли роскошнейший шпон, очень красивый. Это оливковый ясень, друзья. Выточил из фанеры две шайбы на токарном. Здесь конус небольшой. Это для того, чтобы аккуратно зажать в токарном станке. И уже на нем зачищу все, чтобы не было никаких неровностей. И заодно заматирую поверхность, чтобы лучше рассеивался свет. И вот смотрите какой нюанс важный. Как бы я не пытался точно подгонять, при приклеивании шпон все равно натягивается лучше. И получается нахлёст. Так что подрезать уже в идеал нужно на готовой конструкции. Так что делаю нахлёст и аккуратно вот таким вот острым ножом, скальпелем по кромке прорезаю. А потом нужно будет лишнюю часть отсюда вытащить и выбросить. Работа очень кропотливая, но по-другому точнее не сделаешь. И теперь еще раз аккуратно промазываю клеем. Подсыхает и уже окончательно приклеиваем. Вот так получается шва практически не видно. Я еще буду зачищать дополнительно, а потом вскроется маслом. Я думаю практически будет незаметно. Вот такая технология у меня. Теперь аккуратно обрезаю лишнее с торца. Сейчас будет самый сложный момент в изготовлении. Буду нарезать резьбу внутреннюю. Все это дело усложняется тем, что этот цилиндр из эпоксидной смолы совсем не жесткий. Так что еле-еле я его закрепил. Здесь очень нежно и буду очень аккуратно нарезать резьбу. Итак, один из самых моих любимых моментов в изготовлении чего-либо. Покрываю маслом. Обожаю это делать. Дерево преображается, подчеркивается. Масло дает не только красивый эффект, но и защищает шпон от влаги. Красота какая! Что творится? Что творится? Все, теперь жду минут 15. И как начнется полимеризация, то что не впиталось сотру, заодно и отполирую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ставoso. Два40 2008 году. П털 и Галина Торзок Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, долгожданный момент, наконец-таки все готово к окончательной сборке. Мне остается лишь припаять кнопку питания. Основная идея у меня была, чтобы светильник работал автономно, без всяких проводов. Поэтому внутри я установил самодельную батарейку, которая состоит из трех параллельно соединенных литий-ионных батареек 18650. Также припаял, установил, с пауэрбанка взял плату зарядки. Также она будет контролировать разряд, чтобы не высадились батарейки вообще. Так что можно будет даже пользоваться этой лампой как пауэрбанком. Приклеил адресную светодиодную ленту. Внутри установлены две платы ардуино. Будет два эффекта. Все эффекты для адресной светодиодной ленты, прошивки для ардуино я беру у Алекса Гувера. У него очень много информации на эту тему. Оставлю ссылочку в описании на его сайт, на его канал. Так что кому интересно изучать эту тему, у него огромное количество информации по ардуино, по адресным светодиодным лентам. Ну а я начинаю сборочку, друзья. Я активно учусь токарки сейчас. Этап у меня сейчас нарезание резьб. Поэтому максимально усложняю себе задачу. Здесь абсолютно все будет на резьбе. Умудрился даже нарезать резьбу на цилиндре из эпоксидной смолы. Этап у меня сейчас нарезать резьбу на цилиндре. Этап у меня сейчас нарезать резьбу на цилиндре. Этап у меня сейчас нарезать резьбу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Есть! Наконец-таки все собрал. Наконец-таки я доделал этот светильник. Делал его где-то около неделю. Признаюсь, даже переделывал пару раз. Не делал никаких чертежей. Обычно все делаю произвольно. Очень здорово получилось. Настоящий дизайнерский светильник. Очень красивый. Наверное, самая красивая вещь на канале, которую я сделал. Основная идея, еще раз повторюсь, чтобы он был автономный и работал без всяких проводов, чтобы можно было взять, перенести, поставить, куда тебе хочется. Также он будет работать как Powerbank на 9000 мА. Возможно, будет подзаряжать этот светильник. Ну и просто получилась роскошная вещь, которая будет украшением в любом интерьере. Сейчас включим. Давайте посмотрим, как он работает. При таком освещении практически ничего не видно. Чтобы увидеть всю красоту его, нам нужно сейчас выключить свет и посмотреть, как он работает в темноте. Просто круть какая-то. Здесь два эффекта, друзья. Эффект пламени и второй эффект просто бело-синяя подсветка. Потому что пламя довольно-таки тускло и не совсем хорошо просвечивалось через шпон. Пришлось немножко еще подсветить. Добавить еще светодиодную ленту адресную просто с подсветкой. И так вот довольно-таки ярко. Не хватает только звука горячего дерева, такого потрескивания костра. Просто волшебный светильник. Думаю, всем моим близким очень понравится. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» До скорых встреч!